250 рублей – такова стоимость проездного для всех сочинских пенсионеров, независимо от размера пособия. Они и сегодня, несмотря на изменившиеся с нового года правила, ездят по этим документам. Власти Сочи смогли продлить срок льготного проезда до 15 января. Что будет дальше – этот вопрос волновал тысячи сочинцев, чья пенсия выше 7 722 рублей. Глава города принял решение – пенсионерам надо помочь. Это пенсионеры, это люди, которые нуждаются в нашей поддержке. Мы приняли решение, что всем неработающим пенсионерам, которые будут получать пенсию до 11 900, мы будем доплачивать 250 рублей как помощь из бюджета города Сочи. Эти 250 рублей будут доплачиваться по заявке. Пенсионеры должны написать заявление Управления социальной политики администрации города. Точный механизм действий будет сформирован в ближайшие дни, чтобы уже с февраля пенсионеры начали получать эти компенсации. Председатели ТОСов, которые первыми узнали об этом решении, говорят, пенсионеры их микрорайонов ждали этих новостей. Теперь общественники будут информировать их, как оформить льготу. Пенсионеры были очень обеспокоены, ситуация была очень такая, горячая. Конечно, это очень хорошо, что так позитивно решается этот вопрос, и люди не брошены на произвол. Представители ТОСов были приглашены на совещание с Анатолием Пахомовым. Встреча была посвящена итогам новогодних каникул. В том, что Сочи гостей встретил хорошо, есть заслуга и общественников. 392 200 гостей посетили только горный кластер. Такая цифра была приведена в отчете. А к следующему новогоднему заезду гостей нужно начинать готовиться уже сегодня. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.